Бурмикс Приветствую вас на канале Бурмикс С вами дядь Миша и Александр Его... Ну давай, поздоровай Всем привет! Ну его уже представлять не надо, вы конечно уже видели Прошлую программу Замечательный, прекрасный человек И очень интересные у него рецепты И сегодня мы приготовим что? Мы сегодня приготовим кальмары Но не просто кальмары, а кальмары по-китайски Я просто очень люблю китайскую кухню И однажды побывав в Китае Попробовал это блюдо И непременно решил для себя Что сделаю, сделаю дома Прямо на кухне это блюдо Попробовал, сделал, мне понравилось И теперь он поделится с вами Ну что друзья, готовы? Поехали! Итак друзья, начинаем готовить Пока Александр Чистит и моет кальмаров Я займусь нарезкой Вначале я нарезаю Два зубчика чеснока Очень мелко, правильно Александр? Совершенно верно Оставшиеся четыре зубчика нарезаем Колечками Колечками нарезаю Надо рассказать, что это блюдо Прямо вот китайская и китайская Прям совсем Прям совсем китайская То есть в усмерть китайская И поэтому все остальные продукты режутся крупно Да, очень крупно режутся продукты То есть сейчас мы крупно режем имбирь? Нет, это мы делаем меленько чеснок И меленько имбирь для запаха Когда будем обжаривать То есть мелко, как чеснок Да, 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 совершенно верно Пропорции одинаковые Чеснока, два зубчика и имбиря должно быть столько нарезанного Совершенно верно Так, продолжаем Так, Саш, ты говоришь крупно резать лук Так или нет? Да, 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 да Тоже крупно режем Мы потом его разделим И будут такие полосочки отдельные Я бы сказал не полосочки, а лепестки целые Лепестки, да И будут такие вот лепесточки Да, обжариваться Вообще китайцы как делают? Полусырое едят Вот такие странные люди Но почему-то получается у них очень вкусно Нет, если честно Овощи я тоже предпочитаю Аль денте Чтобы они не были до конца готовы Чтобы они хрустели Это всегда вкуснее Да, да, да И лук красный вообще и так вкусный Его еще чуть-чуть так вот Притомить, да? Да, да, да Вообще изумительно Так, Саш, морковку режу кружочками, так? Совершенно верно Кружочками не обязательно Чтобы было красиво Лучше их наискосочек так порезать Вот так? Да, совершенно верно Да, вот так Отлично, режем А ты давай честь, честь Чищу, чищу Чищу Так, ну настало время Еще более сделать красивым наше блюдо Перец Перец болгарской Итак, Саша помыл кальмаров уже И присоединяется к нам Сколько нам перца нужно? Каждого Ну, перец мы взяли болгарский Разных цветов Красный, зеленый и желтый Но это не обязательно Это Просто для красоты Понял Тупо для красоты Тоже режем его крупно Вот так? Нет, 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 Миша Делаем Не нарезаем так вот Делаем Как в Китае крупно Короче, беренош И нас сам делаем Давай, вот смотри Вот так вот Делается вот так А, ну понятно Ну, давай ты пока режь А я тебе буду подготавливать По половине перчика Так, красный нарезали Давай Держи, желтый Желтый Так, желтый Кстати, не забудьте Все овощи вначале Помыть хорошенько Вот будет такой Светофорный вариант Ты знаешь, вот зеленый Кстати, пахнет сильнее Почему-то Вот такие вот крупные кусочки Нарезаем Конечно, для русского глаза Это все непривычно Но мне нравится Да, ну да О, какая красота Ну что? Да так можно брать и есть Конечно, да Так Мы все подготовили Да Для жарки овощей У нас все готово Теперь нужно подготовить Чтобы потом время не терять Заливочку Специальный соус Для всего блюда Ага Заливку Интересно А вот заливочка Да Заливочка Не каждый может найти Такие продукты Вот Я лично, кстати, удивился Одному ингредиенту Особенно его название Да, да, да Я думаю Самое главное Главное ингредиент Будет Соус Хойшин Или Хойсин Но на самом деле Ребята Я скажу одно Сейчас мы живем В такое время Что можно купить все Есть интернет А если вы живете Не как мы Удаленно Очень удаленно А живете где-то В центре России Или тем более Ближе к Москве Точно в интернете Заказали Буквально через день Через два Оно у вас есть И не так дорого стоит Ну а если у вас Есть время Вы сами можете Его приготовить Этот самый соус Хойшин Есть рецепты Да, придется Немножко потрудиться Попотеть Но может быть Это будет стоить Того Затраченного времени И Да всегда Как готовишь сам В принципе Это самое Ну да Хотя если брать Экзотические соусы Я предпочитаю Не готовить сам А покупать Именно готовые Совершенно Ну тем не менее Так Мы сейчас делаем Что? Заливочку Что тебе нужно? Итак Для заливки нам понадобится Соус Хойшин Вот такой вот Вот запах какой-то Он даже карамельный Какой-то Да Потому что там присутствует Ну и сахар тоже Две чайные ложки Да Две чайные ложечки Сейчас посмотрим Может и добавим Как пойдет Так Соевый соус Так А тут уже ложками столовыми Эх друзья Видели вы Какой бардак Тут творится у нас Это творческий процесс Он всегда Сопровождается Какими-то Беспорядками На нашей Агромадной кухне Да Полтора на полтора Опс Александр Ну что бывает Ну Александр Это город наш С тобой Тролева Лети-лети Вот целый день Хожусь Я за ним убираю Что за фигня Так Три ложки соевого соуса Добавляем еще Так же Сразу наливай Оно все такое Рисовый уксус Это вот так вот Да Вот он наливается Ага Такая приятная Такая кислиночка будет Одной хватит ложки Одной Ну сейчас попробуем Кстати Это соус тоже надо Попробовать Хойсин такой Консистенция такая Густая у него В его состав уже Входит крахман Ну в малых дозах Поэтому Собственно и крахман Нам нужен Будет для того Чтобы Солнычка Да Все загустело Хватит ли Сейчас попробуем Определим Так Да Ты говоришь Кисло Что не кисло Кисло Маленько А где у нас вино Было Десертное А я десертное вино Добавим Сейчас мы наколдуем Что-нибудь Тыкс И сколько ты его Обухаешь Половину в себя Как обычно Но не без этого Не без этого Так А чего я жалуюсь У нас же сахар есть еще Вот Ммм Винцо Так Ммм Хорошо Давайте еще Ничего страшного Далеко не убирайте Михаил Добавляем еще сахару Столовую сахара Да Как заказ Как заказ Так Размешиваем Размешиваем Становится Все вкуснее и вкуснее Так Ну у нас я думаю Если Кальмаров столько много Надо заливочки-то побольше Какое хорошее вино Пусть оно будет Там Пусть оно будет Пусть оно будет Не берем Так Отлично Ну что ж Кислинка остается Ничего страшного Сейчас Сахар Еще добавим Попробуй Ну я бы не сказал Ну я бы не сказал что Такая прям кислинка Там Ты знаешь Почему-то мне напоминает Какой-то сливовый соус Очень интересно Добавляем крахмал То есть Здесь одна Неполная ложка Крахмала Столовая Да Это подготовка Друзья Долгая А само блюдо Готовится Ну минут 5-7 7 И то уж Я конечно Хватил А ты Тебе китайская кухня Это как Лежит в душе Да прекрасно Я вообще люблю Национальные кухни Разные Можно сказать Что ты Чревоугодник А я да Нет Чревоугодник Это который Ест И остановиться Не может Ну да А я люблю Вкусно поесть Ну да Я вкусно Тоже очень люблю Поесть Поэтому не знаю Можно даже Назвать Чревоугодником Блюдо может быть Простым Но очень вкусным Совершенно Допустим Жареная картошка Что там Еще Придумывать Опять же Должно быть Красиво Не просто Так Знаешь Некоторые люди Готовят суп И получается Такое Унылое блюдо Такое Бледное Невзрачное И очень Жидкое Жидкое И непонятное Что А другой Придешь Ну что Красота Как это Даже Красиво Это просто Красиво И хочется Есть уже Глазами Это должно Быть Красиво Очень Вкусно Пахнет Да Ну и Потом уже Вкусно Кушаться Да Вкусно Кушаться Так Ну что Заливка Готова Теперь Дело За кальмарами Кальмары Мы будем Сейчас Нарезать И это Тоже Важный Процесс Так Вот Друзья Вот Кальмары Дело Дело В том Что Мы будем Работать С внутренней Стороной Кальмара Это Вот Важно Кальмар Вот Такой Он Чищенный Я его Перевернул Вывернул Наружу Как Носок И тут Такие Кишочки Были И Пленочки Пленочка И какой Такой Жесткий То ли Хорда То ли Не Хорда Вот Я Про Нью Говорю Да И Мы Разрезаем И Вот Что Мы Делаем Делаем Наискось Вот Такие Надрезы Глубокие Надрезики Почему Говорю Что Скажи Не Свернуться Я Понял Что Ты Делаешь Да Да Это Будет Красота Да Вот Я Говорю Только Это Долго Погготовка Может Китайцы Так Они Быстро Делают Потому Они Привыкли К К Еде Такой И Нарезаем Вот Такими Небольшими Насквозь Порезал Насквозь Не надо Резать Ну Ничего Страшного Пусть И будут Такие Кусочки Так Сын Ошибок Трудных Ню 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 Да Получился Маленький Ню Лохопед Это Не я Ну Понятно Меня Заставили Сейчас Вам Александр Показал Как Делать Не Надо А Вот Сейчас Показать Как Надо Спасибо Михаил Ты знал Секрет И Чуть Чуть Надрезаем Бывает Такое Недолет А Весь Перелет Просто Ты Глубоко Режешь На Ток Верхнюю Фигню Да 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 А во всем Кальмар Режем Не Не Та Консистенция Была Плохо Кушал Дед Плохо Да Вот Глубоко Там Смотрю Подрезал Опаньки Раз Разрезаем Раз Разрезаем Раз Разрезаем Так А вот Этот Можно Да Нет Сразу Тоже Сделаем Но Он Тоненький Здесь Ну Если Честно Я Б Так Вот Заморачиваться Не Стал Почему Я Не Нарезал Я Сразу Нарезал Колечками И Все Не Запаривался Да А где Красота Схоже Сказать Кольца Кальмара Это Некрасиво Это Шикарно А Это Будут Такие Колобочки Я Понимаю Шишечки Я Даже Сказал Я Понимаю Ой Что Я Делаю По Нарезаному Иду Ну Хорошо У тебя Получается По Нарезаному Да Вот Так Все Теперь Зальем Кипяток Кипяток Прям Кипяток Кипяток Да Братцы Вот Кто Будет Смотреть Ребята Никогда Никогда Не Варите Кальмар Три Минуты Достаточно Кальмаром Минуту Просто В кипящей Воде И Все Это Будет Нежнейшее Мясо Кальмарь Ну Тут Я С Тобой Не Соглашусь Почему Все Зависит От Рецепта Если Допустим Готовить Сметаней Кальмары То Его Можно Гораздо Дольше Тушить И Ничего С ним Не Будет Нежный И Мягкий Когда Вот Такие Вещи Просто Даже В салат Я имею Ввиду В салат Надо Уточнять Какой Хитрый Просто Иногда Читаю Люди Десять Минут Варят Что Ж Такое Это Удивляется Почему Резиновый Да Мягкий Держи Кипяток Кипяточек Заливаем Волшебное Опа Видишь Шишечки Появляются Шишечки Иголочки Сейчас бы Так вот Быстренько Опаньки Опаньки Давайте Давайте Сворачивайтесь Сольем Водичку Еще Кипит О Видели Какие Шишечки Так А это Просто Полосочки Не хватило Им кипяточка Не хватило Температуры А может Это просто Протест Какой-то Это Заговор Мировой Где-то Получились Шишечки Где-то Не Получились Но Уверяю вас Блюдо От этого Хуже Не Станет Факир Был пьян И фокус Не удался Принцип Понятен Понятен Действуйте Так Ну все Это Сливаем Ну и теперь Так То есть Сливаем Воду И отставляем Кальмара В сторонку Да Теперь Начинаем Жарить Опять На Огне И Опять В казане Хорошие гости Скажите у меня Пришел С печкой Все принесли Приготовили На кормили Ушли Цены Нет Так Саша Чем Итак Растительное масло И наливаем И Сезам Ойл То есть Сейчас мы Нариваем Простое Подсолнечное Рафинированное Масло Да И смешиваем С кунжутным С кунжутным С кунжутным Кунжутного Сколько? Кунжутного Я не знаю Кто как любит Я вот Например Очень люблю Кунжутное Масло Добавляю Ты делай На свой вкус Ты же готовишь Нет Сейчас мы Нагреем Масло Кинем туда Смешанный С чесноком Имбирь Запах Так Ты включил? Нет Еще Подожди Просто Смотрю Пока Ну и как Тебе масло Пахнет Пахнет Прямо Изумительно Кунжутом Так Ну что Нагреваем Масло Знаешь Миша Однажды Ну такая Была история Поехал Отдыхать С супругой В Египет И до того Захотелось Кунжутного Масла Вот хоть Кидайся Со скалы Куда-то Я не знаю Просто И Официант Подходит Ну на столе Все есть Все богато Там Все Говорю Сезамойл Где у нас Вот такой Нету Как Нету Где Должен быть Вы же Страна Такая Которая Там А откуда У них Кунжутное Масло Ну не знаю А сезам Откуда Короче Сезам Будьте Любезны Короче Поднял На уши Всех Официантов Они там Позвали Шеф-повара Дядька Что 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 Случилось Что Мне Кунжутное Масло Хочу Кунжутное Масло Хочу Ломка Нашли Нашли Маленькую Бутылочку Где-то Они раскопали Все-таки Принесли Такие Вот Пожалуйста Такая История Сильно Сильно Прогреваем Масло Ну да Чтобы Прогрелось 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 Конечно В общем У нас холодные Зима Долгая А где Что Кунжута Много В Азии То есть Вьетнам Таиланд Корея Ну вот Япония Я что-то Подозревал Так что Что-то Не то Да Друзья Вот Сейчас будем Когда жарить Мы добавим Вот такую волшебную Саша Покажи в кадр Вот такую волшебную Специю Называется Пять специй Основной Когда ее откроешь Запах Очень явный Аниса Везде В Корее В Китае Любят они Анис Почему-то Так сильно Ну хорошо Ну что ж Дымочек Уже пошел Засыпаем Смесь Чеснока И имбиря Ох-ох-ох Реакция Какая А сейчас Какой запах Пойдет Ой Ешечки О Так Что у нас Следующая Подготовка Стоишь А сразу Овощи кидаем Все сразу Все сразу Так нам Лук-то разломать Надо Я про что И говорил раньше Что прям Бросать Бросать Ну подожди Сейчас Все сразу Кинем Чтобы они Одновременно Ну Саша Не знаю Что не знаю Да я думаю Сам он там Распадется Не Не Он не распадется Ох Суета Какая Да Ох уж Эти китайцы Понапридумывают Ну А русский Человек Мучайся Так ты Откуда Этот рецепт Ты попер Даже Не рецепт Я просто Кушал Это блюдо Вот В Китае Думал А почему бы Не повторить Вот здесь Да И что Один в один Ну практически Ну все равно До китайской кухни Нам еще Шагать и шагать Я имею В плане исполнения Чего это Ну потому что Как-то вот они делают Хорошо Во-первых У них тепло Тепло Да Так все Разломали Давайте Итак Где у нас Так что Морковку давай Морковку Этот самый Перец Кидаем Кидаем Ребята Кидаем Лук Лучок Да Он тоже Намного не надо Ну давай Так Пусть будет Так Все Так Обжариваем Это не надо Да не надо Не надо А этот чеснок 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 конечно Тоже Да Так То есть Дольки чеснока Ой Как Кругляшки чеснока Тоже туда Дофигачиваем Все Масло Пусть они Немножечко Проражаются Но Они не должны Быть мягкими В общем Весь Прикол Это Всего Блюда То есть Мы готовим На максимум Огня Правильно Да Огонь Максимальный Посмотрите Какая красота Сиреневый Лучок Красный Красный Зеленый Желтый Перец И морковка Оранжевая Так А приправы Когда Приправы Сейчас Пойдет У нас Кстати Почему бы И не сейчас Я думал Может Послепим Ну нет Уже Ой Не испортим Если честно Мне сейчас Пахнет Кунжутным Маслом Сейчас Я буду Онли Онли Сезоноил Текс Мы не солим Да? Нет И соевый соус Не добавляем У нас же Вот Залитка Только Залитка Да Поняв Ну вот Что-то Пахнет Можно еще Добавить Приправки Да? А вот Пошел Запах Да Азии Да Реально Запах Азии Еще Может Добавим Да Я люблю Этот запах Давай Так Ну все Давай Кальмарушку Православненького Что Вываливать? Да Вываливай А С водой Попало Да Ну ничего Так И яростно Мешая Жарим Тоже Очень Быстро Тем более У нас уже Все равно В этом Заправку Мешать? Сейчас Не подожди Надо Разбодержать В этом масле Так вот Давай Заливай Давай ты сам Давай я залью А то скажешь Потом не так залил Потому что не вкусно получилось Знаем мы Вашего братика Так О Так Быстренько Его мешаем Потому что Она Сильно Быстро Загустеет О Ух Ух Сумасшедший Запах О Yes Чис Все Достаточно Все Все На этом Все Все готово Все готово Пусть Оно Немножечко Постоит Выключаем Выключаем Огонечек И что Ждать? Нет Буквально Минутку А хочется Попробовать Очень Хочется Ну и попробую А вот Настояться Надо бы Понюхать Ладно Я подожду Я подожду Вскрывайте Ну что Берите ложку Прям ложкой То есть Надо Да можешь Вилкой Или палочкой Можешь накладывать Кстати Палочки Слышу 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 Оно Да что Ты делаешь Со мной Дай-ка Мне еще Одну Лучку Так Великолепно Ну как же Без лучка Конечно Ну что Накладываем Зараза Какая вкусная Согласен Получилось Ну это просто Невозможно Друзья мои Это просто Невозможно А дядь Миш А Кальмарчики Ты знаешь Вот сочетание Хрустящих Овощей С неженейшими Кальмарчиками И вот этим Вот конечно Соусом Это Бомба Реально Запах на кухне Стоит Неимоверный Реально Очень вкусно И плюс Не надо Ни гарниров Ничего Оно все В себе Вот идеальное Блюдо И кстати Очень диетическое Согласен? Ну конечно Очень полезное Потому что Овощи Они даже Не тушеные Они практически Остались свежими Ну все равно Они такие Припаренные Они такие Ну классные Что я им Вам объясню Это Аль денте И нежнейшие Кальмары В офигенном Соусе Вот так вот Друзья Оставляйте Комментарии Для Александра Он будет Чертовски рад И конечно Мне тоже Что-нибудь Напишите Доброе Хорошее Мне тоже Будет Чертовски Приятно Ну и все За сим Разрешите Откланяться Прощаемся С вами До новых Вкусных Рецептов Что будет Дальше Да черт его Знает Все Уберите Сами Но я знаю Что дальше Будут А дальше Будут Только вкусные Полезные Интересные Рецепты Согласен Пока